почему армянский премьер не комментирует вопросы относительно биографии своего деда на этот вопрос который сейчас интересует многих пытается найти ответ автор российского интернет-издания газета ro алексей шевелев в своей статье тайна пашиняна 9 мая премьер армении на своей странице facebook опубликовал фотографию деда но многие средства массовой информации армении обнаружили данные родственника пашиняна в архивно-информационном сервисе министерства обороны россии мемориал где он указан как рядовой армянского легиона немецкого вермахта как пишет автор статьи алексей шевелев армению продолжает сотрясать скандал связанный с военным прошлым деда премьер министра страны никола пашиняна собственно его инициировал сам глава правительства выставив фотографию напомним что портал мемориал был создан 13 лет назад с целью помочь родственникам участников великой отечественной установить их судьбы при этом достоверность содержащиеся в базе информации не подвергается сомнению ведь обрабатывались документы не только в российских но и в немецких архивах опровергнуть данные мемориала наверное и можно но разве что в судебном порядке либо если будут найдены какие-то новые архивы которые коренным образом изменит представление об уже известных сведениях об этом пишет интернет-издание газета ru в итоге выяснилось что некий николай пашинян действительно принимал участие в баталиях второй мировой войны но вовсе не на стороне советского союза продолжает автор его судьба на карточке военнопленного в базе описано как сотрудничал с врагом сам премьер также внес сумятицу в биографию предка заявив что по одним документом тот погиб в феврале 1943 года по другим и вовсе пропал без вести столь туманные объяснения пашиняна вызвали обсуждение темы в социальных сетях автора статьи удивляет что пашинян все это время молчит в этой связи вспоминается еще один случай с памятником гарегину нжде при этом его сотрудничество с третьим рейхом считается установленным фактом в начале 1940-х годов нжде участвовал в создании армянских батальонов в составе вермахта а умер нжде во владимирском централе теперь эти две истории увязываются вместе по мнению автора статьи игнорирование пашиняном широко обсуждаемой темы даже его сторонники считают странным но премьер воздерживается от того чтобы занять четкую позицию как по первому так и по второму вопросу многие задаются вопросом что за этим может стоять чтобы отвести внимание от своего деда пашинян сослался на идеологического руководителя первой азербайджанской республики 1918 1920 годы момент именно рассул зады обвинив его в сотрудничестве с нацистами и его героизации в азербайджане преднамеренно исказив исторические факты рассул зады во время второй мировой войны посещал германию как и многие другие деятели национальных республик ссср в эмиграции однако от сотрудничества с нацистами в конечном счете отказался это тоже известный факт что касается тех кто сражался на стороне нацистской германии в азербайджане памятников им не ставят и никак не героизирует впрочем как и генералу власову в россии информация озвученная никол пашиняном в лучшем случае заблуждение а скорее всего преднамеренная ложь чтобы увести народ от обсуждения темы его деда воевавшего за третий рейх а а а а а а а а а Продолжение следует...